В Нижнем городе Тагилии умер писатель-сатирик. И выяснилось это неожиданно после того, как некий тагильчанин вывесил на одном из автосайтов объявление о продаже бездорожника Митсубиси Монтера, 1994 года рождения. И главное в этом объявлении текстолит. Если у других продавцов авто просто тексты, то тут текстолитература. Юмор, хоть со стендапом выступай. Хозяин 26-летнего Монтера хочет продать болид всего за 170 тысяч рублей, но в особых отметках написано «требуется ремонт или не на ходу». Ну а самое литературное мясо начинается в графе «дополнительно». Вот она где сатира и юмор. Дабы вы заценили красоту слога, цитирую, ну чисто поржать, как человек пытался избавиться от этих трех бриллиантов, с которыми мучается уже 4 года. Итак, ломается в нем все, что можно и нельзя, даже то, что в принципе сломаться не может. Последние полгода пытаясь его продать, пропить, проиграть, но, увы. Пытался сжечь. Соседи узнали, вызвали полицию, те впаяли условку за попытку розжига межнационального конфликта. Пытался утопить. Рыбаки избили за попытку загрязнить водоем. Минус два зуба, сломанное ребро и блесна в ягодицах. Пытался взорвать. Опять кто-то настучал. Дали один год общего за попытку теракта. Матерые уголовники плакали, как сопливые дети, когда я им рассказывал о прелестях владения этой машиной. В последнее время потерял интерес к жене, как к женщине. Ибо интимная жизнь только с машиной. Семейная жизнь под угрозой. Каждое утро, как лотерея. Заведется, не заведется, почему-то постоянно не в мою пользу. Пытался посчитать свои в него вложения, пришел к выводу, что такой цифры человек еще не придумал. Двигло 207 коней, каждый из которых пьет, как мой сосед дядя Гена, декалитрами. В общем, писать могу много и долго, вкратце. Если ты молодой, холостой, безработный, с остальными нервами, родственник Сечина, Миллера, Захарченко и прочих воротенбергов и Сукербергов, то эта машина для тебя. Скучно тебе с ней не будет. Я со своей стороны обещаю жестко и беспробудно пить неделю за здоровье покупателя, ибо оно ему очень пригодится. Конец цитаты, конец письма.